В историко-культурном центре теперь по-летнему ярко. Более 150 картин и декоративно-прикладных работ украсили залы учреждения. Буйство красок, разнообразие техник. Каждый посетитель этих двух новых выставок найдет, чем вдохновиться. Очень разные работы, но их всех объединяет одна тема – это тема детства. У всех детство, каждый видит детство по-своему. У кого-то оно грустное, он надеется на все-таки хорошее детство. У кого-то детство веселое, яркое, связано с природой, с животными. Эта экспозиция отличается смешением возрастов и профессиональных уровней художников. Два зала историко-культурного центра отведены под выставку «В мире детства». Здесь находятся картины народного художника России Виталия Миронова и его дочери, члена Союза художников Ксении, работы преподавателей детской школы искусств города Видное. Вместе с тем представлены подделки юных мастеров. Организаторы до сих пор не могут поверить в успех такого микса. Я, честно говоря, думала, что что-нибудь получится. Но получилось, и это очень замечательно. В рамках этой же выставки свои картины представила молодая и талантливая художница Юлия Остраумова. Живописью девушка занимается с детства. С годами увлечение переросло в профессию. Предпочтение отдает рельефной технике, но не перестает искать новые подходы к созданию полотен. Я совмещаю все несовместимое. И за счет этого, наверное, эффектно. Создается вот такой эффект. И необычные картины, конечно же. Мне очень нравится именно познавать. Я как алхимик сижу целыми днями и смешиваю краски, смешиваю техники. И какой-то уникальный уже получился почерк. Остальные залы продолжают темы детства и лета, но отведены под работы одного единственного мастера – художницы из Москвы Елены Яковлевой. Свою экспозицию женщина назвала «В мире цветов и улыбок». Всего порядка 60 картин. Мне нравится писать цветы, мне нравится писать детей, детские портреты. Но также я пишу и «Натюрмурты», пишу «Природу» и, возможно, какие-то творческие картины. Это что, например? Связанные с космосом. На многих картинах Елены Яковлевой изображена ее внучатая племянница Арина. Девочку художница пишет с ранних лет. А последние годы полотна посвящены морской тематике. Ведь сейчас Ариша вместе с родителями живет в Крыму. Обе выставки пробудут в историко-культурном центре все лето. Вдохновиться солнечным настроением и окунуться в мир детства можно до 16 августа.